Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Игорь Игорь Игоревич Табеков. Я врач-онколог и это канал На Пульсе. Сегодня мы с вами будем говорить о средствах для суставов, для суставов о натуральных средствах, которые могут быть применимы, если у вас болят суставы, если у вас скованность утренняя, если у вас плохо они функционируют. Это видео будет вам, я думаю, интересно. Давайте начинать. Дорогие друзья, основными заболеваниями, самыми распространёнными, которые поражают суставы большинства людей, является остеоартроз, то есть дегенеративное изменение хрящей суставов, изменяется кость возле сустава, суставная щель суживается, меньше жидкости в суставе, которая будет защищать от трения суставные поверхности. То есть там происходит воспаление в этом суставе. Возникает боль, скованность. Человек не может долго работать этим суставом. И, конечно, это значительно снижает качество жизни. Основными методами лечения на сегодняшний день являются, естественно, обезболивающие и противовоспалительные средства. Это либо мази, гели, либо таблетированные препараты, которые более эффективны в плане снижения боли. Но, к сожалению, они, естественно, не лечат заболевания. И они имеют побочные эффекты. Например, мы знаем, что вот эти нестероидные противовоспалительные средства, там диклофенак, ибупрофен, эндомидацин, они бьют по желудку человека, могут вызывать язвы. Или там более современные средства, которые являются более, ну, меньше, скажем так, бьют по желудку. Но у них больше риск за то формирование тромбов, то есть тромбозов. И, естественно, кроме того, они еще и негативное влияние на почки оказывают. Ну, то есть у них целый ряд побочных эффектов. И, конечно же, хотелось бы что-то такое более безопасное найти. Есть еще другие методы, когда делаются инъекции в суставы, например. Это обогащенная тромбоцитарная плазма, это вводится гиалуроновая кислота, иногда вводится дипроспан, то есть это гормон, который снижает воспаление, но, к сожалению, который будет еще сильнее ускорять прогрессирование этого заболевания дегенерацией. То есть проблем с современным лечением достаточно много. Есть еще физиопроцедуры, тоже, в принципе, эффективность она есть, но тоже ограничена. И второе еще заболевание, о котором хотелось бы упомянуть, это ревматоидный артрит, когда иммунитет бьет по собственным суставам. И это тяжелое такое заболевание. Ну, у всех разная активность, у всех разная тяжесть, естественно. Но когда бьет иммунитет, воспаление еще сильнее, выедание прямо идет хрящей, то есть эрозии возникают, скованность утренняя более длительная, обычно более такое тяжелое повреждение суставов, тяжелой деформацией. И тоже достаточно распространенное заболевание. Считается, что порядка 1% людей страдает ревматоидным артритом. И оно приводит к инвалидизации. Препаратами для лечения ревматоидного артрита являются те же самые нестроенные противовоспалительные средства, убрать боль, снизить воспаление. Тоже побочные эффекты мы с вами определились. Еще часто можно использовать парацетамол в больших дозах. Есть еще другие препараты, которые будут блокировать цепочку воспалительно-иммунную при этом заболевании. Это блокаторы фактора некроза опухоли альфа. Сюда входят ретуксимаб, этанерцепт, инфлексимаб. Есть еще препарат анакинра или ингибитор рецепторов интерлекина-1. И еще антагонисты фолиевой кислоты или метатрексат. То есть препараты серьезные, препараты имеют серьезные побочные эффекты. В частности, это может быть активация тяжелых инфекций. Могут быть, естественно, аллергические реакции. Ну и опять же хочется найти что-то такое, что может помочь в борьбе с этими заболеваниями. И при этом будет не очень токсичным. Ну для аутоиммунных заболеваний, мы знаем, существует аутоиммунный протокол. Потому что диета всегда это очень важно. Убрать вещества, на которые иммунитет будет реагировать и будет активироваться. Лечить обязательно кишечник. Проблемы с микробиомом могут вызывать активацию иммунной системы. По аутоиммунным заболеваниям у меня есть целый плейлист. Можете посмотреть. Возможно, кому-то пригодится, поможет придерживаться некоторое время палеодиеты. Тоже об этом есть видео. Ну а давайте мы с вами поговорим сегодня о растительных средствах, которые доказали эффективность именно у пациентов. Чтобы долго не говорить отдельно о каждом средстве, я вам скажу в общем и целом, что изучалось в доклинических исследованиях у всех народных средств. Первое. Насколько показатели воспаления будут снижаться. Потому что мы знаем, что при этих заболеваниях будет повышенное воспаление. Так вот. Первым механизмом действия у этих средств было снижение маркеров показателей воспаления. Как в крови, так и в самом суставе. Второе. Есть ферменты коллагеназы, есть ферменты металлопротеиназы у нас в организме, которые будут чрезмерно активны при вот этих дегенеративных заболеваниях и при ревматоидном артрите. Так вот, народные средства, многие из них способны были подавлять эти ферменты, не давать разрушаться коллагену, не давать разрушаться хрящу. Кстати, ранее я еще рассказывал о коллагене, который тоже может помочь в поддержке суставов. Потому что хрящи у нас это тоже. И первое средство это арника горная. Видите, какой красивый желтенький цветочек. Из него изготавливали гель и использовали в клинических исследованиях на пациентах с остеоартрозом коленного сустава. То есть лечили местно. 26 мужчин, 53 женщины приняло участие. Они использовали в течение 6 недель этот гель. И все отметили, большинство отметило значительные улучшения в показателях боли, в показателях скованности утренней и функционирования суставов. Еще одно исследование у арники горной, тоже геля, приняло участие более 200 пациентов. Это уже слепое, двойное слепое, рандомизированное. Причем было две группы. Одна группа получала гель арника горная, а вторая группа получала стандартную массу ибупрофена. Ну и выяснилось, что арника не уступала в эффективности мази ибупрофена. Ну и еще одно исследование, которое показало подобный эффект. И, кстати, вышел системный обзор статей с анализом, и он подтвердил, что действительно этот гель с арникой горной может быть эффективен для этих пациентов. Еще одно растение — это босвелия пильчета или босвелия серата. Исследование на людях. Есть два клинических испытания. Одно было 90 дней проходило, и там сравнивали более новый препарат с этой босвелией. Это афлопин против более старого — локсин-5 и против плацебо. 60 пациентов, по 20 пациентов в каждой из трех групп. И выяснилось, что первые улучшения в группе пациентов, которые получали реальную босвелию, наблюдались уже в течение 7 дней. И по сравнению с плацебо, оба препарата работали значительно эффективнее. По снижению боли — улучшение функционирования суставов. Еще одно исследование — 30-дневное. Тоже босвелия, двойное слепое, контролируемое, плацебо-контролируемое исследование. И было выяснено, что уже даже через 5 дней наблюдались значительные улучшения со стороны остеоартроза. В гарпогофитум, или дьявольский корень, использовался водный экстракт, который содержал 2400 мг в день в перерасчете на гарпогозит, основное действующее вещество — это 50 мг. 3 месяца — 75 пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава и коленного сустава. Значительное уменьшение боли и других проявлений остеоартроза. Правда, у двух пациентов возникли побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Это расстройство желудка и чувство переполненности. Из минусов не было группы контроля, с которым можно было бы сравнить. Еще вы видите три других клинических исследования на пациентах. Я не буду на них останавливаться. В среднем дозы были 50-60 мг гарпогозита в день и от 8 до 16 недель. Еще одно многообещающее средство — это хвощ полевой для людей, страдающих репматойным артритом. Потому что было исследование, где сравнивали людей, получающих хвощ, с людьми, получающими плацебо. 60 пациентов. И было выяснено, что хвощ способен значительно снизить показатели воспаления иммунного процесса у этих пациентов. То есть то, чего мы пытаемся добиться с помощью использования серьезных препаратов. Хочу напомнить, что самолечение может быть опасным. И это не значит, что все остальные средства не нужны, потому что они имеют доказанную эффективность. И если тяжелые проявления, не доводите до необратимых изменений в суставах, а идите к доктору. Эти средства не могут быть использованы в помощь. Но самолечение может быть опасно. Следующее средство — это куркума. Исследование первое по ревматодному артриту. 18 пациентов. Одни получали экстракт, то есть там было куркумина 1200 мг в сутки. А другие получали фенилбутазон 300 мг в сутки, то есть стандартное лекарство. Куркумин действительно значительно снижал отек, боли, улучшал подвижность суставов, уменьшал скованность. И при этом его антиривматическое действие было сопоставимо с фенилбутазоном. И ряд других исследований, которые показали, что использование куркумы действительно может снизить показатели воспаления, боль, улучшить подвижность суставов. Использовали самые разные формы. Использовалась, кстати, куркума не только длинная, но и куркума доместика. Использования рандомизированные, плацебо-контролируемые на пациентах, достаточно большие. То есть как вспомогательное средство вполне, я думаю, что может использоваться. Поэтому на эту тему у меня есть отдельное видео, оставлю обязательно ссылку. Дальше. Следующее средство это черный тмин. Существует три исследования на пациентах. Все в 2016 году использовали от 1 до 2 грамм в день. Тоже значительно снижалась активность ревматоидного артрита. Менялись показатели аутоиммунного процесса. То есть мы знаем, что черный тмин является иммуномодулятором. То есть он снижал воспаление. И тоже это средство может быть рассмотрено в будущем как вспомогательное средство для таких пациентов. Ну и в завершение, любимый наш мухомор, при местном лечении, на суставы, действительно, исследований каких-то я не видел. Но по отзывам действительно очень сильно людям помогает снизить боль. Если будет какая-то у меня дополнительная информация, я буду выпускать новые видео. Обязательно смотрите описание под этим видео и закрепленный комментарий. Потому что возможно какую-то дополнительную информацию я буду туда добавлять. Там что-то будет интересное, о чем я забыл сказать в этом видео. Я надеюсь вам было интересно. Я вас жду в следующих выпусках. Будьте здоровы, до свидания.